Мир вам, братья и сестры! Мир дальним и близким! Мир всем, кто сегодня смотрит нас, слушает нас, у кого какая есть техническая возможность. Слава Господу, что Он сегодня дает нам возможность быть вместе и так на просторах интернета, потому что важно, чтобы мы были вместе, и особенно вместе в духе. Такой был случай в Евангелии от Матфея, в 16 главе, описан такой же случай, когда Иисус Христос был с учениками. Это с 13 стиха, 16 глава. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих». Они были вместе, Иисус и ученики Его. И так и нам, братья и сестры, надо быть вместе, не только когда мы можем физически видеть друг друга, не только когда мы можем поздороваться за руку, поприветствовать друг друга, но и в это нелегкое время. Я хочу сейчас вам напомнить, что у нас сейчас в Украине идет как бы две войны, и одна из них связана с жизнью людей, и вторая связана с жизнью людей, и, в общем-то, это влияет на жизнь страны и все остальное. И вот этот такой простой предмет, как маска, да, вот это одна, как бы сейчас символ такой есть, что надо носить маски, протирать руки и все остальное. Когда мы вернулись в последние поездки, мы были на улице Прокофьева в Марьинке, пришли в последний дом, где мы проводим встречи, и зайдя на огород, мы там нашли вот такие вот хвостовики от мин. Украин – это такой, как бы, показатель второй войны, которая идет у нас в Украине. И та, и та война пытается отнять жизни, а Иисус Христос дает жизнь. И не только здесь, братья и сестры, и не только здесь. Как в той войне, которая сейчас идет на востоке Украины, есть свои правила – прячутся в окопы, прячутся от снайперов, не выходят в определенные зоны, объезжают определенные зоны. Есть участки, которые простреливаются, и мы с братьями, когда едем, быстро проезжаем их. Почему? Потому что это опасно. Надо быстро ехать, чтобы не попала случайная пуля. Так и на других просторах Украины, где сейчас свирепствует этот коронавирус, есть маски, есть другие средства защиты. Дай Бог нам мудрости правильно все оценивать и применять. Неопытный он бежит вперед и наказывается, а благоразумный видит беду и укрывается. И вот в тексте в этом написано. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня?» Был такой вопрос – «За кого люди почитают Меня?» И этот вопрос адресован был о мнении других людей. «Что вы слышали обо Мне, что обо Мне говорят?» «Что люди думают обо Мне, что вокруг вас говорят?» И этот вопрос, он не такой сложный был для учеников. И они незамедленно начали отвечать. Они сказали – «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». И такой ответ всегда легче найти, когда ты говоришь о ком-то, когда ты можешь присоединиться к чьему-то мнению, когда ты можешь сказать, что это кто-то так думает или кто-то так поступает. Сегодня такое время Господь дал для всей планеты, когда мы можем уединиться, уединиться. И в этом уединении поискать лица Его. Так много было времени, когда мы заботились о том, что вокруг будут думать о Нем, как показать Его, как представить Его, и меньше думали о другом вопросе. Так много было времени этого, когда мы могли рассказать о том, что те думают, или что это значит, или что то значит. И они рассказали, конечно, многое, что люди говорили и думали. Но Иисус дальше задает следующий вопрос. Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» «А вы за кого почитаете Меня?» И этот вопрос сегодня я рекомендую, чтобы каждый задал себе, «Кто для Меня мой Господь?» «Кто для Меня мой Господь?» «Что я могу сказать по этому поводу?» И всегда этот вопрос возникает, когда у нас в жизни возникают ситуации несколько неудобные, когда нам придется чем-то пожертвовать. У меня был такой случай в жизни, когда генеральный директор той работы, где я когда-то работал, он заболел. И получилось так, что в одну из стран, как от делегации в Украине в определенном направлении, поехал я как старший. И вот на одной из встреч, которая была далеко, мы ехали туда где-то три с половиной часа на автобусе, таком микроавтобусе, нас привезли, нашу делегацию туда. Была большая красивая встреча, красивый стол, красивое яство хорошее. Там было два министра, несколько самых богатых людей этой страны. И вот стало время, когда от делегации должны были говорить какие-то слова, каждый стол был красивый, было надето вино. И вот эти люди, которые богатые, министры, они рассказывали о том, какой замок очередной они приобрели, где там в Италии или во Франции у них там новый замок появился, еще что-то, чем они владеют. И дошла очередь и до нашей делегации. И я думаю, лучше бы я старшим не поехал, потому что мой бог мне сказал, что теперь время свидетельствовать о нем. Я думаю, какое время свидетельствовать о нем, когда я могу лишиться хорошей работы, с хорошей зарплатой, если я сейчас тут начну говорить, всех призывать и все остальное. И знаете, когда пришла моя очередь, я сказал, что я алкоголь пить не буду, потому что пообещал моему богу, что пить я не буду. Но я хотел нечто бы сказать всем присутствующим здесь. И тогда я начал говорить то, что мне Господь вложил на сердце, свидетельствовать о нем. Говорит, что напрасно эти все богатства, напрасно эти все охраны, напрасно так, как вы сюда приехали на этих шикарных автомобилях, каждый еще что-то. Если Бог не оградит вашу душу, что вам это все даст? И так свидетельствую, конечно, с дрожью в коленах и в голосе, но я все-таки сказал то, что мог. То, что Бог мне положил на сердце и подумал, что придется мне, наверное, пожертвовать теперь и моей работой. И вот через часа два, когда уже было, может, даже больше, чем через часа два, когда уже было время вечернее, подходит ко мне один молодой парень, здоровый такой, красивый, и говорит, садитесь ко мне в машину, вы поедете со мной. Ну, думаю, началось уже. Мы сели, это было лет 15, может, назад. Мы сели к нему, у него такой огромный Мерседес, последние марки, и он меня за час привез в столицу, там, где мы ехали три с половиной часа оттуда. Очень быстро ехали. Он сказал, сидите здесь, я сейчас приду. И вышел из машины и вернулся с женщиной и девочкой. Это была его дочка и жена. И они развернулись ко мне и сказали, что нам делать, чтобы спастись? Для меня этот вопрос стал как ком в горле. Я понял, что то, что я сказал о моем Боге, оно имело действие. И оно до сих пор имеет действие. Конечно, я еще больше им засвидетельствовал. Мы вместе помолились, вместе провели какое-то время. Потом он меня отвез в мою гостиницу. Через два дня мы улетали. Я уже сидел в самолете. Остановили самолет. Стивернесса подходит ко мне и говорит, вас просят выйти. Я выхожу с самолета. Подъехал трап такой переездной. Подъехала машина. И там был один из людей, который один из тех, кто самый богатый этой страны. И он говорит, если ты еще раз так приедешь в нашу страну, я не советую тебе приезжать. Но если ты приедешь как нормальный человек, будешь себя вести, как все люди, нормально, тогда мы тебя обеспечим всем необходимым. Я говорю, спасибо большое, я полечу домой. И вот так я улетел, братья и сестры, но он мне сказал одну вещь. Он говорит, ты знаешь, с кем ты вчера разговаривал? Я говорю, нет. Он говорит, это сын министра внутренних дел. И благодари Бога, что ты уезжаешь отсюда. И знаете, братья и сестры, как важно, чтобы каждый день мы обращались с этим вопросом, который Иисус задает ученикам Своим. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты, Христос, сын Бога живого. Бога – это такое блаженство получить ответ, что мой Бог – это действительно Бог. У меня нет сомнений. Я иду по правильному пути. Не зависит от того, одену ли я маску и пройдусь по улице, буду ли я сидеть дома во время карантина, еду ли я там, где эти мины ложатся. Мой Бог всегда со мной. Как важно в эти тихие часы, которые сегодня дарованы для всей планеты, получить откровение. Ответ каждый день получать для себя. Кто для меня мой Иисус Христос? Как? Как мне быть в этой жизни? И этот ответ – ты, Христос, сын Бога живого. Как важно, чтобы Дух Святой нам открывал, братья и сестры. Надо время, которое подарено нам сегодня, проводить наедине с Господом. Это прекрасно, что мы имеем такую трансляцию. Слава Богу за служителей, за эти возможности. Слава Богу! Мы можем быть в Духе в единстве, можем словом делиться, рассуждать. Но как прекрасно! Когда мы закроем дверь, когда мы останемся наедине с Богом, когда мы зададим себе вопрос, кто для меня мой Бог? Как мне получить ответ на этот вопрос? Кто для меня тот, кто пострадал на Христе Голговском? Как важно утвердиться в этом, чтобы когда придет момент, ситуация в жизни, ты не будешь бороться с мнениями, одевать эту маску или нет, глупость ли ехать туда или нет. Ты будешь знать, что делать, потому что Бог будет говорить тебе прямо в сердце. Бог, которого ты знаешь лично, будет говорить тебе прямо в сердце. Я предлагаю, дорогие мои, любимые братья и сестры, чтобы мы сегодня помолились с вами, чтобы это время не прошло зря. Это непростое время. Это непростое время. Это время, которое даровано Богом нам, чтобы не потерять ту возможность, которая сейчас есть у каждого из нас. Только подумайте, только устремитесь на несколько недель назад и посмотрите, ведь мы все, я не говорю никого-то осуждаю, я за себя говорю, мы много были в гаджетах, много были в каких-то разговорах, много были где, но все меньше и меньше уделяли тому времени, в котором существует только я и Бог, только моя душа и Слово моего Господа. Как это важно в это время тишины и успокоения, в это время карантина, которая сейчас распространилась по всему лицу земли. Мои друзья, такие отдаленные друзья, сейчас застряли на каком-то острове в Таиланде и говорят, а тут у нас тишина, мы об этом даже ничего сейчас и не знаем. И сидят там и радуются, потому что там очень дешево жить на этом острове. Но я скажу, братья и сестры, не в этом прелести, где ты сейчас находишься, а там, где очень прекрасно. Или ты в квартире, может быть, в которой нет евроремонта. Или как мы были у одних старичков, которые живут, у них дом разбомбили, и они, эти старичок и старушка, живут в таком небольшом сарайчике, в котором они раньше держали кролей. И вот они вдвоем там сейчас живут. Как важно, братья и сестры, чтобы в это время соединиться с Господом, в это время действительно оставить все и соединиться с Господом, получить от Него тот нужный ответ, когда Иисус Христос лично придет к тебе, лично наполнит тебя, лично даст тебе ответ, утешит тебя. Мы когда приехали с Донбасса, и мне стало очень плохо, я подумал, что я даже заболел, может, этой болезнью, у меня было вот эти две недели карантина тоже. И до такой степени мне плохо было, что я, ну, такой я человек, что я люблю, чтобы все было в порядке. Я приготовил паспорт, приготовил все свои документы. Думаю, если что, то вот родные будут знать, где что. И лег и ждал этого момента, но Бог, видно, есть другой план, братья и сестры. Сейчас получил звонки я от пастыря одного, от нескольких служителей, от верующих, которые заболели коронавирусом этим. И большинство из них переживает, но это время, когда они близко с Богом. Братья и сестры, неужели надо, чтобы пришло такое на всю планету, чтобы оценить этими тихими, этими прекрасными минутами или часами, у кого как, когда ты остался наедине со своим Господом, когда ты получаешь ответ, кто для тебя Бог? Это тот, которого ты никогда не слышал? Это тот, который тебе никогда не проговаривал? Или только ты, когда много и в эмоциях получал какие-то вот такие чувства необыкновенные? Или это тот, когда ты был наедине, и тебя пробирало это тепло, эти мурашки с головы до ногу? Как важно вот наедине получить этот ответ, чтобы твоя душа могла сказать в трудных, в легких обстоятельствах, в любых обстоятельствах, как важно насытиться этим ответом, как важно получить его и насыщаться им, особенно в это время. Давайте помолимся об этом, братья и сестры, чтобы мы имели личные, глубокие отношения, и это время не прошло зря. Во имя Иисуса Христа я приглашаю вас всех к молитве.